Амир, что ты там опять делаешь? Меня часто спрашивают, как сделать генератор удобным для использования. Обычно генератор подключен через обычный трехпозиционный переключатель без всяких вот этих выпендрежей. То есть, грубо говоря, вот у нас сейчас есть сеть. А, зря опять показал. Нет, вот так вот вы должны будете видеть. Вот у нас есть сеть. Допустим, если надо переключиться на генератор, переключаемся раз, переключаемся два и получили питание от генератора. Остальные приборы здесь нужны для чего? Вот этот у нас просто дифавтомат. Это у нас измеритель частоты сети. На всякий случай просто посмотреть, что творится. И вот это у нас реле напряжения. То есть, если он видит, что по напряжению у нас какие-то проблемы или слишком много, то есть фаза на фазу попала где-то там на подстанции, или наоборот слишком мало уже становится, когда небезопасно для оборудования, он автоматически выключает и мониторит, пока не появится опять нормальное напряжение. Будет выключать, если он будет в выключенном состоянии держаться, пока напряжение не станет нормальным. Так вот, основная проблема при пользовании генератором, то что, когда вы находитесь на генераторе, вы не знаете, появилось в сети напряжение или нет, и какое оно появилось. Именно для этого я взял вот такую штучку, это называется трехфазный измеритель напряжения. Он трехфазный, вы не смотрите, что он трехфазный, потому что на самом деле у нас одна фаза это фаза сети, вторая фаза это фаза генератора. Давайте сейчас на примере покажу, как это работает. Видите, у нас реле напряжения смотрит, что все стабилизировалось, и вот включил напряжение дома. То, что цифры не совпадают, кстати, да, кто знает, потому что здесь я поправку ввел в самый минус, а здесь напряжение никак, в смысле, здесь поправки никак не регулируются, поэтому я даже не знаю. Ну, где-то что-то среднее между ними, скорее всего, сейчас у нас по напряжению. Это он показывает, что частота сети у нас 50 Гц. В принципе, сейчас все в штатном режиме работает. Сейчас я покажу, что произойдет, когда отключится электричество. Как вы видели, у нас погасли все лампочки, то есть сейчас ничего не работает. Теперь для того, чтобы перейти на генератор, мы должны перейти сначала в нейтральное положение и переключить вниз. Вот. Но генератор тоже, видите, не работает. Сейчас я заведу генератор. Как видите, у нас напряжение появилось на нижнем индикаторе. Переключаем. показалось, что 50 Гц генератор у нас выдает, 234 В. Все стабилизировалось, все работает. И вот в этот момент у многих возникает вопрос, а как узнать, что у нас в большой сети, в обычной глобальной сети, короче, наша подстанция теперь опять нормально работает. Смотрите, сейчас я покажу, что будет, когда дадут электричество. Как вы сейчас можете увидеть, у нас загорелась сверху, видите, где написана сеть? Загорелась сверху, загорелось, что напряжение есть, загорелось, что у нас и генератор сейчас работает внизу, и работает сверху сеть. Поэтому мы вот в этот момент можем просто делать что? Вышли из режима генератора и зашли в режим сети. И можно спокойненько пойти выключать генератор. Мы решили сейчас проблему, связанную с тем, что мы не знаем, появилось у нас электричество нормально или не появилось, и в какой момент вы хотите из режима с генератором, вот такая система позволяет просто вот так. Краем глаза можно посмотреть, стрелок верхний есть, если есть, то значит все нормально. Электричество в последнее время выключает вообще часто, чуть ли не каждый день. Вот поэтому, я думаю, вот такой лайфхак вам сильно пригодится, потому что трехфазный, трехфазный измеритель напряжения на один рейку стоит дешево. Он стоит около 300 рублей. Зато очень удобная штуковина для того, чтобы можно было отмониторить состояние, текущее состояние сети. Надеюсь, видео было вам полезным. Я пошел выключать генератор.